добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг и меня зовут игорь сегодня мы с вами рассмотрим новенький range rover в комплектации автобиографии автомобиль который очень сильно презентабельный показывает своим внешним видом что эта машина стоит своих денег и прежде чем мы начнем обзор хочу напомнить что наша компания про тюнинг занимается огромным спектром услуг по автомобилям начиная от продажи автомобиля купли его привоза сюда в страну в нашу россию из любой точки мира абсолютно где будет автомобиль до тюнинга до оснащения у нас есть свои тюнинг-центры то есть можно до оснастить автомобиль поставить обвес и заклеить в пленку огромный спектр услуг который ограничивается только вашей фантазией и до сервиса по ремонту автомобилей и обслуживанию поэтому полный комплекс услуг мы можем обеспечить внутри наша компания теперь поехали к обзору автомобиль в прекрасном золотистом цвете так называемый шампань очень хорошо это смотрится особенно в сочетании с черными глянцевыми элементами по кузову автомобиля и серым графитовым оттенком безумно красиво и дорого все это выглядит что собственно подходит этому автомобилю по оснащению здесь у нас стоят самые современные матричные фары которые понимают у нас дорожную обстановку благодаря радаром которые стоят под лобовым стеклом и могут обеспечить безопасное передвижение по дорогам общего пользования особенно в ночное время суток далее переходим к передней части у нас здесь имеется камеры которые относятся к круговому обзору 360 потому что машина у нас достаточно большая тем более это еще и лонг версия и благодаря этим камерам очень удобно нам парковаться или перемещаться в очень узких пространствах еще одним кстати дополнением к этому удобству маневрирования автомобилем в узких пространствах является то что задняя ось у нас может подруливать и вот такая большая машина может разворачиваться с очень коротким радиусом во всех труднодоступных местах очень удобно и очень необычно непривычно это выглядит когда первый раз садишься за руль данного автомобиля машины у нас 2023 года была пригнана абсолютно новой из германии прямо сюда в город краснодар на улицу российская 263 на ней установлены 23 колесные диски это оригинальные колеса range rover которые выкрашены в черный глянец про что я говорил что у нас связи сочетание цветов как и по всему автомобилю что золотистый такой цвет снизу пороге у нас или черный глянец крыша колеса все очень так прекрасно друг с другом сочетается за колесами у нас установлена очень массивная большая тормозная система с большим тормозным диском и я думаю это вполне можно назвать спортивной тормозной системы потому что очень большая машинка у нас суппорт который еще выкрашен в черный глянцевый цвет с белой гравировкой land rover переходим далее черные глянцевые зеркала опять же хорошее сочетание в них установлены камеры кругового обзора 360 то есть они у нас идут и в зеркалах на переднем бампере на заднем машина у нас все понимает и в зеркальном элементе установлена гравировка которая сообщает нам об автомобиле в слепой зоне то есть это тоже есть дверные ручки обновленные которые могут выдвигаться задвигаться обратно в двери очень удобно это сейчас такая новая тенденция пошла и в дверях во всех у нас установлены доводчики то есть не нужно ее сильно очень толкать она сама прижимается закрывается ну собственно премиальный автомобиль и должен быть таковым и еще о максимальной комплектации мы можем понять по шильдику автобиография на обоих дверях на левой и направо в такой вот красивой вставке которая идет у нас в сером цвете в таком граффити и собственно снизу уже написано автобиография на машине естественно имеется панорамная крыша которая приходит у нас от переднего вплоть до заднего ряда может сдвигаться и люк у нас может сдвигаться в два положения переходим чуть назад и на крыше мы еще видим два плавника тоже очень необычная вещь я лично не встречал такого на автомобилях обычно ставится один плавник которым у нас стоит антенна но здесь его разделили в одном у нас стоит камера которая выступает в роли видеорегистратора в заднюю часть автомобиля и в другом у нас собственно стоит уже сама антенна тоже у нас сочетается плавники у нас в черном глянце очень красиво стерилистически это все исполнено то есть приятно когда дизайнеры думают о конечном виде своего автомобиля переходим к задней части автомобиля еще раз я повторю вам про черный глянец потому что стоп-сигналу у нас находится в левом и в правом крыле которые вроде бы сочетаются с этим молдингом сверху и снизу автомобиля и создают собой такое кольцо цельная но эта часть на собственно черный пластик глянцевый снизу у нас тоже графит а боковые элементы это стоп-сигнал а то есть при включении автомобиля при торможении они загораются и появляется собственно сама индикация что автомобиль нас останавливается но в выключенном состоянии это все образует единое целое тоже очень приятно что даже такой маленький момент у нас был просчитан и в принципе если посмотреть на заднюю часть автомобиля она очень сильно видоизменилась в отличие от предыдущих кузовов но это все тот же узнаваемый range rover со своими такими массивными формами и характерными чертами для своей линейки одной из главных фишек в багажнике это автомобиля является вот такая вот спинка благодаря которой можно сесть на нижнюю крышку багажника облокотиться еще здесь имеется два подстаканника чтобы можно было с комфортом наслаждаться своим отдыхом смотрим теперь в сам багажник сейчас мы сложим спинку достаточно большое количество места здесь имеется с целых четыре плафона подсветка то есть ночью вы точно увидите что у вас здесь творится потому что некоторых автомобилях иногда не хватает света и еще два плафона у нас имеется в крышке багажника то есть света здесь будет более чем достаточно естественно крючки с левой и с правой части для того чтобы подвесить какие-либо пакеты крючки на полу автомобиля целых четыре штуки слева у нас имеется еще и резинка чтобы можно было что-то туда положить к стенке и она уже никуда не улетела и еще справа сеточка очень машина рассчитана под то чтобы возить самый разный груз и большое его количество и на правой части здесь мы видим блоки управления самим багажным отсеком то есть можно сложить сиденье как правую часть так и левую его чтобы у нас было еще больше места для груза который будете перевозить отодвинуть шторку то есть нажимаем кнопку на шторка сдвигается назад либо сдвигается вперед и поднять либо опустить автомобиль на пневмоподвеской тоже очень удобно если вы несете что то тяжелое видите машина поднимается можно ее опустить в самый низ и с удобством уже положить ваш груз в общем машина прям максимально продумано во всех нюансах во всех аспектах перевозки ваших вещей так как это автобиография количество и качество премиальных роскошных материалов в салоне здесь просто зашкаливает начинается от кожаных элементов на подлокотнике дополнительных подлокотников под каждое сиденье это такая такая фишка range rover каждого именно максимальных их версий на панели приборов у нас имеется также сверху черная кожа снизу она такая бежевая даже потолок у нас сделан из кожи то есть абсолютно все к чему вы прикасаетесь у нас максимально приятная ручка кпп выполнена с очень такого мягкого тактильно приятного материала и на руле у нас здесь имеется вставка из черного рояльного лака в общем абсолютно в каждом элементе здесь постарались не пожалели абсолютно и сделали действительно хороший салон который максимально приятен абсолютно каждому кто сюда садится продолжаем про руль что у нас здесь имеется стандартное управление слева мультимедиа системой справа круиз-контролем который здесь еще и адаптивный и подогревом руля за самим рулем колесом у нас имеются лепестки переключения передач и если мы посмотрим дальше за руль у нас имеется современная приборная панель которая полностью электронная в ней же у нас строена навигация спидометр ну и собственно все что имеется для того чтобы вы понимали что у нас происходит с автомобилем и далее мы еще видим проекцию на лобовом стекле чтобы вы не отвлекались от дороги потому что это тоже элемент пассивной безопасности обновленная мультимедиа система находится у нас по центру салона естественно у нас здесь имеется все от android auto carplay различных настройках автомобиля и еще здесь же можно отследить качество воздуха который автомобиль забирает снаружи с улицы и который поступает у нас в салон по цифрам то есть у нас качество загрязнения воздуха на улице выдает 23 очка а в салон уже заходит 14 то есть собственно достаточно хорошо очищается воздух и это тоже очень важно потому что автомобилях которых имеется грязный воздух либо система кондиционирования у нас затхлая имеет себе достаточно большое количество плесени это влияет на ваше здоровье это тоже очень важно кстати очистить систему кондиционирования от плесени можно в нашем сервис-центре так что смело обращайтесь переходим чуть ниже и мы видим у нас отдельный блок для управления климат-контролем который здесь четырехзонный ну в таком автомобиле я думаю другого ожидать и не стоит и очень интересной детали очень интересной вещью на которые обратил внимание когда сел автомобиль и увидел вот эти вот шайбы регулировки температуры и подачи воздуха то что тут у нас написано либо push либо pull то есть надавить либо потянуть если мы просто будем крутить ее то мы будем выставлять температуру если мы на нее нажмем мы будем выставлять собственно вентиляцию либо подогрев сидений если мы на нее мы потянем ее на себя мы уже будем настраивать поток воздуха его силу очень интересно что это все сделали в одном элементе не стали выводить в большое количество кнопок и поэтому у нас салон доста смотрится достаточно современно и минималистично потому что все кнопки которые у нас между этими шайбами идут еще и сенсорные поэтому достаточно красиво все это выглядит и кстати еще одной деталью которая здесь заметил как и с кузовом сочетание такого золотистого цвета в коже бежевого идет у нас с черным глянцем то есть и снаружи и внутри прослеживается одна и та же стилистика что очень классно опять же дизайнеры думают надо своим автомобилем и снутри и снаружи него чуть ниже блока управления климат-контролем у нас находится дополнительная ниша которая у нас сдвижная опять же черный рояльный лак как в этой нише так и та которая находится ближе к нашей руке сдвигаем ее и видим беспроводную зарядку для телефона разъем type-c для зарядка различных аксессуаров и техники и два подстаканника стандартно чуть ниже еще открываем одну нишу у нас есть большое количество места я наверно пол руки там могу засунуть для того чтобы вы сложили свои вещи и еще один разъем type-c и стандартный usb 2.0 то есть тоже хорошо что они не стали полностью переходить под современные этой type-c потому что некоторые специфические устройства заряжаются у нас от стандартного usb между двумя нишами у нас находится рычаг переключения передач drive нейтралка паркинг и так далее задняя кнопка старт-стоп который перенесли с центральной консоли как это было раньше на ранжероверах за рулем справа на собственно центр шайба управления громкостью мультимедиа системы и дополнительная шайба при нажатии которой она выезжает и мы можем уже настраивать режимы езды данного автомобиля чуть ниже у нас находится подлокотник открыв который мы видим что здесь имеется холодильник то есть любимые свои напитки ставите сюда и они у нас охлаждаются в летнее время это просто обязательная функция для автомобиля такого класса на заднем ряду можно очень комфортно устроиться потому что сиденье у нас спинка может сдвинуться назад и можно даже лечь передние сиденья отодвинуть вперед чтобы у вас было больше места в нагла в ногах потому что это настоящий лонгер из удобств у нас здесь имеются большое количество экранов то есть на центральной консоли на подлокотнике в спинках передних сидений в которых можно смотреть фильмы управлять навигацией и так далее а с этого экрана в подлокотнике мы управляем всеми удобствами то есть раскладываем передние сиденья управляем климат-контролем можно еще даже нажать кнопку у нас выдвинется подлокотник еще вперед чтобы открылось место для двух подстаканников очень необычно сделано то есть не просто обычная кнопка нажимаем как-то открывается панелька прям вот так вот она медленно красиво выезжает сдвигаем панель и открывается у нас собственно место для еще двух подстаканников здесь в принципе большое количество ниш для ваших мелочей то есть допустим как в самом подлокотник мы можем открыть его в двух положениях в первое я так понял это для маленького блокнотика для двух ручек чтобы заниматься делами в дороге и второе положение чтобы у нас открылось еще место под ваши аксессуары и здесь же у нас имеется два разъема hdmi для экрана в передних сиденьях два разъема для зарядки ваших телефонов типа type-c перемещаемся немного вперед нажимаем кнопку у нас открывается еще один отсек для хранения вещей достаточно глубокий опять же полруки я туда смогу засунуть большое количество вещей вещей тропа месяца чуть ниже находятся те самые шайбы как и спереди для управления климат-контролем и еще в самом низу у нас имеется полноценная розетка 220 вольт прикуриватель и еще два разъема type-c то есть я думаю если вы возьмете всю технику с собой которая у вас в принципе имеется в это автомобиле ее можно будет полностью подзарядить далее из удоб что она здесь имеется естественно это роскошный автомобиль премиум-класса long для задних пассажиров в основном у нас здесь имеются еще и наушники чтобы вы могли слушать фильмы которые вы просматриваете на экранах передних сидений из комфорта далее мы здесь имеем на дверных картах естественно регулировку сидений в которых у нас имеется большое количество настроек подогреваю вентиляция все что необходимо и тут же у нас есть кнопки регулировок шторок которая может опускаться и подниматься и регулировка света которого здесь тоже достаточно как и в багажнике так и в салоне опять же если вы занимаетесь делами то есть у вас здесь есть ручка и блокнот вы можете спокойно писать заметки находясь в дороге а если вы хотите не просто смотреть фильмы через наушники а включить музыку на полную громкость на весь салон здесь есть прекрасная музыкальная система meridian с большим количеством динамиков задних дверях передних передней панели за задними пассажирами поэтому прекрасное качество звука его громкость она точно вам обеспечит под капотом у нас находится дизельный двигатель объемом 3 литра и мощностью 350 лошадиных сил дизель в наше время очень популярен потому что автомобили эти отличаются своей надежностью экономичностью это то что нужно большому количеству людей которые покупают любой абсолютно автомобиль я еще раз напомню что машина у нас 2023 года абсолютно новая пригнана из германии находится в городе краснодар на улице российская 263 так что можете приехать и ознакомиться подробнее лично с этим автомобилем еще раз напоминаю что мы можем привести абсолютно любой автомобиль о котором вы мечтаете из любой точки планеты в самые короткие сроки в нашу страну и у нас есть салона в городе краснодар москва и ставрополь а также напоминаю про наши тюнинг-центры и сервисы по ремонту автомобилей и обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые ролики по автомобилям